Дарья Пашмынцева Частичная мебель есть, есть над чем поспать В 78-е годовщина Петропавлов встречает очень тепло, горячо Сколько людей пришли, да не уважение отдать этим ветеранам Всем мира, 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 счастья, здоровья И пусть помнят, тут никогда не было войны Здесь есть местами фразировка, два слоя асфальта С начала апреля по текущее время в городе Петропавловске Зарегистрировано 55 случаев укусов пещей Начнем выпуск с главной темы этой недели В микрорайоне Береке случился крупный пожар Информация о том, что на улице Синая-5 горит камыш Поступила на пульт спасателей 7 мая по 17 часов 57 минут День был очень жарким и ветреным Поэтому огонь быстро подобрался к жилым домам К счастью, горожане, которые в них были, не пострадали Огнеборцы эвакуировали 40 человек, включая девятерых детей И приступили к тушению пожара При поступлении сообщения о загорании камыша К месту вызова выехало две автоцистерны По прибытию первой автоцистерны А также сотрудников дежурной службы пожаротушения Было установлено, что горит камыш Уже огонь перешел на два дома Расположенные по улице Казбек-Байболова И в результате сильного порывистого ветра Который достигал порядка 25 метров в секунду Огонь начал распространяться на соседние дома В течение 50 минут дома сгорали И огонь перекидывался на соседние дома В итоге 9 домов сгорели Еще 2 пострадали частично Чтобы локализовать, а затем ликвидировать крупный пожар В Береке начали стягивать дополнительную технику и людей Огнеборцы действовали по повышенному номеру вызова Следует сказать о том, что 7 мая их было очень много Это повлияло и на процесс тушения пожара на Сеной Одновременно поступало очень много звонков Сперва было первое сообщение о том, что горит камыш в районе Сеной Потом поступали звонки о том, что огонь приближается со стороны улицы Волочаевского, Ленинградская, Залманово В этот момент происходило горение в районе Камыша, Травостоя, в районе дачного общества Каштан С угрозой распространения огня на Сосновый бор, который расположен в районе пункта полиции В направлении аула Бишкуль Также происходило горение камыша в районе Теплого канала С распространением огня в направлении населенного пункта село Белое И был пожар в рабочем поселке по улице Проезд, Красина, 2 Также на этом пожаре работали 4 пожарных автомобиля Была эвакуирована женщина 62-го года рождения, которую передали сотрудникам скорой помощи Которые в последующем констатировали смерть данной женщины Все подразделения были задействованы на ликвидацию других загораний и пожаров Вот почему в Береке изначально выехали всего две пожарные машины К 20 часам количество техники удалось увеличить до 28 единиц В ликвидации возгорания было задействовано 137 человек личного состава Дополнительно была привлечена техника из Казалжарского района А также специалисты из Мамлюцкого, Акаинского, а также района Макжана Жумабаева Кроме того, на месте возгорания работала военизированная пожарная команда Петропавловского отделения Южноуральской железной дороги Техника, которая находится на балансе местных исполнительных органов Казалжар-СУ Представители негосударственной противопожарной службы, полицейские После 22.00 возгорание удалось локализовать В час ночи пожар был полностью ликвидирован Огонь мог повлечь еще большие потери, но спасатели сработали оперативно Отметили на брифинге в профильном департаменте Также рассказали, что всего в районе возгорания находились 64 дома 50-х, 70-х годов постройки, в которых проживали 163 человека Чуть больше суток эвакуированные горожане, чьи дома сгорели или частично пострадали Провели в 25-й школе Там экстренно развернули эвакопункт на 41 койко-место Дежурили специалисты скорой помощи, врачи и психолог Волонтеры и предприниматели собрали и раздали погорельцам вещи первой необходимости Средства гигиены и продукты питания Вечером 7 мая, в день пожара, туда приехали Акимобласти, Айдарбек Сапаров и глава Петропавловска Руслан Анбаев Они объяснили горожанам, что создана специальная комиссия, которая будет разбираться с последствиями случившегося Всем тем, кто потерял свои дома из-за пожара, предоставят временное жилье Мы побывали на пепелище спустя два дня, поговорили с погорельцами Все подробности в следующем сюжете Мы находимся в микрорайоне Береке 7 мая здесь произошло возгорание камыша Огонь перекинулся на ближайшие дома 9 из них сгорели полностью, еще 2 пострадали частично К счастью, обошлось без жертв Причину крупного пожара предстоит установить Галина от родных пришла к своему сгоревшему дому в поисках уцелевших вещей В день пожара в нем находилось 5 человек, включая женщину Горожанка объяснила, что огонь подобрался к дому настолько быстро Что она вместе с родными не успела среагировать и взять ценные вещи и документы Галина Михайловна вместе с близкими выбежала на улицу в домашней одежде Вместе с другими погорельцами они отправились в эвакуационный пункт В школе нас приютили, кормили, там ночевали Спасибо, конечно, большое школе Всем, кто не отвернулся от нас, нам помог Потом разместили нас по квартирам Ну, нас устраивает В квартирах чистенькая, аккуратная Частичная мебель, есть на чем поспать И приготовить, покушать Галина от родных вместе с родными временно будет жить в трехкомнатной квартире Такое жилье оплачивается за счет спонсорских средств Рассказала предсекретарь Акима Петропавловска Восьмого мая комиссия по ЧАЭС начали решать вопрос о предоставлении временного жилья На данный момент семь семей заселены в съемное жилье Обеспеченные всем необходимым Это продукты питания, лекарства, также средства личной гигиены Сейчас четыре семьи, они не соглашаются на те варианты, которые мы предлагаем Поэтому продолжается работа по поиску квартир Мы рассматриваем варианты, которые будут находиться Вблизи школ, в которые ходят дети Данных пострадавших И также рассматриваем состав семьи В городе Матье объяснили Восьмого мая на сайте открытых НПА Был размещен проект постановления об объявлении режима чрезвычайной ситуации Он необходим для возмещения ущерба Одиннадцати пострадавшим семьям в рамках закона После объявления режима ЧС будут наняты оценщики независимые Независимые эксперты будут оценивать весь материальный ущерб После оценки экспертами материального ущерба будет возмещена компенсация По объявлению режима ЧС именно собственникам домов будет выплачено 100 НРП материальной помощи В денежном эквиваленте это 345 тысяч тенге Сейчас члены пострадавших семей восстанавливают документы, чтобы получить положенную им помощь от государства Поддерживают погорельцев и неравнодушные горожане 8 мая в городском доме культуры начал работать пункт для сбора гуманитарной помощи Петропавловцы приносят сюда одежду, продукты питания, средства гигиены Кто-то приносит совсем новое в упаковках, кто-то приносит БУ, одежда, обувь, постельные Мы все раскладываем по возрастам, мужскую, женскую, детскую одежду На данный момент у нас пришли только 4 семьи Потому что люди, наверное, после пожара еще как бы не оправились Люди сейчас, которые приходят, мы делаем опрос у них И все, и вот они выявляем потребности Средства гигиены маловато, ну и по продуктам Пункт сбора гуманитарной помощи в городском доме культуры работает с 9 утра до 8 часов вечера 11 мая оставшиеся 4 семьи, которые поначалу отказывались от предложения Кемата Все-таки заселились в съемные квартиры 11 мая в Петропавловске был введен режим чрезвычайной ситуации Который нужен для предоставления компенсации погорельцам И сейчас, когда главные проблемы решены, пожар потушен А люди обеспечены временным жильем, стоит обратить внимание на принципиальный вопрос Как предотвратить подобные чрезвычайные ситуации? Наголетний сухостой на окраинах Петропавловска горит постоянно Угрожая людям и домам На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям Специалисты говорили о том, что покоска мыша, в том числе и в береге, ведется Огнеборцы рассказали, что 5 апреля они были на Сеной И проводили там профилактические мероприятия Наши сотрудники обходили данный жилой сектор Вручали памятки, разъясняли населению о том, что необходимо В противопожарном разрыве скосить камыш Ну, хотя бы от своих построек, от своих домов Вручалось это все под роспись Памятки вручались Также рекомендательные письма о скосе камыша В данном жилом секторе Но за территорию собственники земельного участка Должны производить работу по благоустройству А если никому не предназначены? То соответствующее должно производиться местным исполнительным органам Местным исполнительным органам выделены средства В рамках благоустройства на скосе камыша По городу Петропавловск На сегодняшний день скошено более 45 тысяч квадратных метров камыша Это район Косогора, район Капай Район железной дороги, то есть рабочий поселок Район рынка Южный И начатые работы по скосу камыша в районе Береки Мы уже скосили третью, вторую, первую проезд Синой Причина пожара на улице Синой выясняется По данному факту возбуждено уголовное дело Проводятся следственные мероприятия Другим новостям 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отметили казахстанцы 9 мая Жестокая, кровопролитная, долгая Всего за четыре года Второй мировой войны В ряды вооруженных сил было призвано 32 миллиона человек 26 миллионов бойцов отдали свои жизни во время противостояния с врагом Отважно сражались на фронтах Великой Отечественной 1 миллион 370 тысяч казахстанцев Половина из них не вернулась домой Из Североказахстанской области на фронт ушли больше 90 тысяч человек Воссоединиться с близкими смогла лишь половина из них Сегодня в нашей стране осталось 237 ветеранов Второй мировой Семеро из них живут в Северном регионе Некоторых из них глава области Айдарбек Сапаров поздравил лично Кожатайу Никибаеву было всего 17 лет, когда его призвали в армию А уже через год после обучения военному делу он отправился на фронт Освобождал Украину, Румынию, Австрию, Чехословакию Победу встретил в Вене Поздравил героя фронтовика накануне праздника глава региона Айдарбек Сапаров Поздравляю вас с днем Великой Победы В трудное время вы своей храбростью и силой выиграли ту войну Мы сегодня склоняем головы перед вами Этот день очень дорог Ветеран отметил в этом году 98-летие А отголоски той войны до сих пор в его памяти С Гитлером у нас был пакт о ненападении Но он был разорван и началась война Фашисты напали на нас, дошли до Москвы Сталин сказал тогда в 1942 году Ни шагу назад, позади Москва отступать некуда Защищали родину до последней капли крови Ветеран поблагодарил главу региона за поздравления И пожелал мирного неба над головой Ветеран Великой Отечественной войны Иван Трофимович Калименко Каждый год в День Победы вспоминает своих сослуживцев Тех, с кем стрелок Дальневосточного фронта Отражал атаки врага Тех, кого поддерживал и потерял Я был бронебойщиком Это ружье ПТР А там два человека Первый номер и второй номер Так вот вторым номером Был здоровый татарин Гемолитидинов Фамилия его Его я первым потерял Когда в бой в Восточной Прусе увезли Когда старших демобилизовали всех А уже сгруппировали Отдельный отряд Разведывательный батальон Причем на октогвардейской дивизии И вот все Гвардии всех Помню ребят этих Все увиденное во время Второй мировой войны Иван Клименко помнит очень хорошо После Великой Отечественной Ивана Трофимовича отправили на Восточный фронт Потом в Китай Ветеран вернулся домой летом 1951 года Какое-то время поработал прорабом В нашей области А затем в Алматы За полвека проведенных в Южной столице Иван Трофимович Помог возвестить десятки объектов В праздничный день Ветераном навестил и поздравил 78-й годовщины Великой Победы Акимобласти Айдарбек Сапаров Поздравляю вас С Днем Великой Победы Спасибо Спасибо вам за победу За участие в Великой Отечественной войне Спасибо большое За благу вам Крепко-крепко здоровья И долгая жизнь Иван Клименко рассказал главе региона Что в свои 96 лет Чувствует себя отлично Ветеран Обладатель Ордена Отечественной войны Второй степени Медали за победу над Германией И других наград Вместе с Акимом области Отправились на площадь памяти Год Великой Отечественной На фронте погибли 45 тысяч сироказахстанцев Наши земляки участвовали в крупных боях Под Москвой и Сталинградом Помогали во время обороны Ленинграда Жители области делали все возможное Чтобы война закончилась как можно скорее В день победы сироказахстанцы Почтили память храбрых воинов Минутой молчания Воспоминания о солдатах победы Бережно хранят их родные Истории боевых подвигов В семьях передаются из поколения в поколение И имеют особую ценность Мне отец воевал Первый украинский фронт Командовал отделением И дошел Первый украинский фронт дошел До Берлина Это мой дед Он не вернулся с боя Осталось четверо детей У мамы на руках В 41 году его призвали Стребровки, Полудинского района В 45 году Он как бы пропал без вести И бабушка наша всю жизнь его ждала Бабушка его вымолила Лопатка горела всю ночь В 43-м призвали Я в 53-м родилась А 9 мая мы всегда получали по две конфеты Вот так и поминали Так поминали тех солдат Кто ушел на фронт навсегда Солдат, которые не смогли вернуться домой Чтобы обнять своих родных Не увидели голубое мирное небо Так как навсегда остались Под дождем и свинца Поклонимся Великим тем годам Тем славным Командирам и бойцам Я желаю в этот день Чтобы никогда Войны не было Никогда не повторялось Поздравляю всех с Днем Победы Пусть в нашей стране Царит мир и согласие Нельзя забывать подвиги наших предков Особенно важно Чтобы о них помнила молодежь Торжественные мероприятия В честь 78-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне В Петропавловске прошли В разных частях областного центра В честь праздника Для горожан и гостей города Приготовили концертную программу На Центральной площади А также в Парке Победы Предлагаю вместе с моими коллегами Вернуться в этот день День Победы Праздник, знаменующий Окончание Великой Отечественной войны Которая унесла жизни Миллионов солдат И мирных граждан Праздник со слезами на глазах Отмечают уже 78-й год Сменятся поколения Идет история Но одно остается неизменным К памятникам погибшим солдатам Все так же приходят люди И возлагают красные гвоздики Сегодня вместе с десятками Петропавловцев К столе Победы возлагают Цветы и Аким области 9 мая праздник всех поколений Североказахстанцы пришли в Парк Победы Семьями, держа в руках портреты своих предков Которые отстаивали свободу И сражались за мирное небо В далеких 41-45 годах Два оба моих деда погибли в Великую Отечественную войну Это вот по маме коллеги Николая Васильевича Погиб в 44-м году Североказахстанцы и Североказахстанцы и Сафонов Алексея Егоровича Это отец моего деда Пропал в 20 феврале 42-го года Всем мира, 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 счастья, здоровья И пусть помнят Чтоб никогда не было войны Пусть помнят подвиги своих дедов Дедушка ушел на войну с первых дней Но потом он прошел всю войну до Берлина А потом в Манжуре воевал И там пропал без вести Мирного неба всем, самое главное Всем здоровья, благополучия У меня прадедушка, служил их прапрадедушка Вот, помним, радуемся, что живем Что вот светлый день, мирное небо над головой День Победы, я сегодня желаю Что это по миру добра и счастья тебе за дороги День Победы порохом пропах В лицах людей сегодня читается скорбь и благодарность солдатам Великой Отечественной войны Здесь тихо стоят поколения с цветами в руках и задумчивым взглядом Минута молчания Самое главное, чтобы не было войны Желают в этот день североказахстанцы Предки сражались за мир, за свободу Поэтому мы должны помнить и гордиться их подвигами И жить достойно 78-я годовщина Петропавлов встречает Очень тепло, горячо Сколько людей пришли Дань уважения отдать этим ветеранам И мы скопаемся за наше чистое небо За наше мирное небо И дай Бог, чтобы наш Новый Казахстан процветал Продолжился праздник концертом Парк Победы заполнили песни военных лет В исполнении творческих коллективов города И пусть поколение помнит На центральной площади города взвернулась концертная программа В этот светлый праздник для жителей выступают артисты Областной филармонии имени Акана Сере Представят сегодня порядка 50 номеров Выступают как коллективы, так и сольные исполнители Услышав смуглянку, тяжело сдержаться и не начать подпевать В репертуаре сегодня самые известные песни военных лет Катюша, День Победы, поклонимся великим тем годам Эти композиции знакомы всем с детства и давно поселились в сердце у каждого Те песни тех лет, военных лет, на которых мы росли На которых мы воспитывались И на сегодняшний день мы свое песенное сердце Несем всем жителям города Петропавловск Готовились мы очень серьезно Месяц готовились к концертной программе Подбирали индивидуальный репертуар Я думаю, что наши петропавловцы, жители, гости нашего города Будут очень довольны На площади можно увидеть много молодых людей с портретами своих предков Деды, отцы, братья Многие из них не вернулись с фронта А кто-то и вовсе пропал без вести Сегодня их потомки с гордостью несут память о своих героях Это мой прадед Участвовал в Великой Отечественной войне Зовут его Усольцев Алексей Иванович Это очень важно помнить, потому что без прошлого нет настоящего Мы должны помнить, чтить наших отцов, прадедов, дедов Это мой папа Он воевал с 1942 года Из Уфимского училища отправили под Сталинград Ему было сначала 17 лет От Сталинграда шел 17 Потом уже, когда подходил к границе Венгрии Он, знаете, ему было 19 И после Венгрии они 40 километров прошли по Югославии А затем в Австрию и дошли до Вены И вот как раз они там даже Концинагиря освобождали в Вене Да, такая тяжелая история Это мой дедушка В бизнесе пропавший в Тверской области 27 лет Вот все, что осталось от него В Ассамблее народа Казахстана прошел фестиваль детского творчества Великая победа наследия и наследники Школьники и студенты читали стихи, пели песни военных лет На сцене танцевальный коллектив Куанаман Девушки исполняют танец Кунгаляшар Танец Казахский, как называется Кунгаляшар Означает приносить счастье, веселье, радость На площадях танцуем, во всяких разных фестивалях, конкурсах участвуем По словам организаторов, важно проводить такие патриотические мероприятия Чтобы подрастающее поколение знало и помнило Каким трудом досталась Великая Победа Сегодня наш концерт будет как для младшего, так и для старшего поколения Главную роль, которую мы несем Это детям показать, что самое дороже в мире – это мир Ради этого мы сегодня это все проходим Чтобы дети помнили, что их прадедушки, дедушки Отдавали свою жизнь за то, чтобы мы жили мирно В Ассамблее народа Казахстана работают 22 центра Представители шести из них приняли участие в фестивале детского творчества Кружатся в танце под майский вальс Геннадий Николаевич со своей подругой Натальей Александровной Ему 87, она на 20 лет моложе Возраст и седин и счастье не помеха, говорит Геннадий Николаевич Жить надо не спеша и радоваться каждому днем Когда объявили о победе, ему было 10 лет Мы здесь собирали все как ромка, все как победа И вот она победа Не пропускает ни одну песню и Светлана Адулина За ее плечами 23 года работы бухгалтером А сегодня в свои 65 лет она поет в Ассамблее народа Казахстана Танцевать, творить и быть счастливой Вот ее жизненная кредо Помнит сердце, не забудет никогда Всем мира, когда наш Казахстан наш развлекался Я постоянно 9 мая здесь провожу Как говорится, у нас дискотина, пенсионера Артисты городского Дома культуры представили гостям праздничную ретро-программу 9 мая в Парке Победы прозвучали песни военных лет и всеми знакомые хиты прошлых десятилетий Великий праздник, День Победы Ознаменовавший торжество жизни над смертью гуманизма, над жестокостью фашизма Этот праздник необходимо помнить и чтить Во имя тех жертв, которые наши предки принесли Для того, чтобы мы сегодня смогли вот так вот собираться праздновать, отмечать Такие мероприятия всегда дарят радость гостям, а песни военных лет нередко вызывают у них слезы На этом празднике все остались довольными Раньше здесь жила, всегда ходила, недалеко в хромотеку Спасибо большое за программу, хорошая программа Отпахнула от души Здоровья, радости И дай Бог, чтобы ваше поколение не знало всех тягостей, которые испытали когда-то наши деды и прадеды МТРК оценит активные зрители, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу Хочу напомнить, что прошлые выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист «Главные темы» с Дарьей Пышмынцевой Спасибо, что остаетесь с нами Около 6 миллиардов тенге, столько в 2023 году вложат в ремонт дорог областного центра Для сравнения, за последние 5 лет ежегодно на эти цели выделялось примерно по 400 миллионов тенге Приводят в порядок дорожное полотно не только в Петропавловске, но и в районах региона Команда МТРК отправилась в село Саумауколь Айртаусского района, чтобы узнать, как там ремонтируют дороги Тему продолжит Алишер Ашимов Почти 4-х километровую дорогу по улице Янка, что находится в селе Саумауколь Айртаусского района, не ремонтировали давно О хорошем и качественном полотне водители здесь только мечтали и продолжали ездить по бездорожью Но в этом году проблемную дорогу в селе решили привести в порядок, чему сельчане очень рады На ремонт выделили 350 миллионов тенге Ответственное товарищество МГА Дорстрой На участке задействовали порядка 15 человек и 7 единиц спецтехники Работа идет здесь активно Единственная проблема – нехватка дистоплива, признаются специалисты Помимо улицы Янка в селе есть и другие проблемные участки Привести в порядок их планируют после завершения всех конкурсных процедур А в Теншинском районе отремонтируют две автодороги районного значения Приведут в порядок отрезок полотна протяженностью более 34 километров Близи села Тихоокеанского Общая стоимость проекта составила полтора миллиарда тенге Предполагается, что асфальт появится от села Ясная Поляна до Тихоокеанского Съезды, знаки и разметку сделают в 2024 году Подрядчиком является ТО Кокшетау Жулдары Эта же компания проводит ремонт автодороги ТНШ-Кантемировская-Котовская Работы находятся на стадии завершения 13 километров отремонтированного полотна сдадут в конце мая Всего, по данным областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта В 2023 году в области отремонтируют 480 километров дорог местного значения В эти работы будут вложены чуть больше 18 миллиардов тенге Как увеличить доход семьи и уменьшить ненужные траты В области прошел семинар по финансовой грамотности для сельчан До конца года правильному обращению со своим бюджетом бесплатно обучатся жители шести районов региона Семинар организовали представители партии Аманат Вместе с ними в Мамлютке побывала моя коллега Диана Сальхова Как лучше рассчитать свой бюджет, как не попасть в финансовую пирамиду, как не увязнуть в долгах Об этом сегодня говорили на выездном семинаре в Мамлютке Представители партии Аманат проводят семинар по финансовой грамотности общества без долгов Из чего состоит бюджет семьи, внутри какие расходы сидят, как можно оптимизировать расходы, казалось бы Семинар будет длиться 4 дня За это время слушателям разъяснят плюсы предпринимательства, бытовые лайфхаки экономии Это позволит увеличить доход семьи и уменьшить ненужные траты, уверена финансовый эксперт проекта Асиль Атабаева Год 18 лет и без ограничений, то есть у нас возраст не ограничен, потому что программа дается доступным языком И 80% программы это живые кейсы, то есть это задачи, прям будут сами решать, где-то будут домашние задания Здесь же идет о планировании бюджета, то есть тогда, когда они смогут понять вообще нужен им кредит или нет, поставить цели То есть тут же еще и в программе модули будет постановка целей по смарту, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные Здесь мы будем рассказывать о программах государственной поддержки По словам спикеров семинара, сегодня у каждого второго казахстанца есть кредит или рассрочка По статистике таких 6,3 миллиона человек 1,3 миллиона человек имеют, то есть они очень закредитованы или имеют просроченные кредиты более 90 дней и дальше 1,2 миллиона человек имеют кредиты в микрокредитных организациях Я так полагаю, это те люди, которым уже банки второго уровня отказали Это очень большая проблема для нашего населения И Аманат со своей стороны обратила на это внимание И, конечно же, партия не может закрыть всем кредиты Поэтому мы решили начать вот такое обучение И такой проект называется «Харс Искогам» В целях повышения финансовой грамотности населения Потому что многие, когда берут кредит, они не обращают ни на какие нюансы На семинаре обучат, так сказать, читать то, что написано мелким шрифтом Учитывать все нюансы при заключении договора на кредит После теории каждый желающий получит бесплатную консультацию Ему помогут разобраться с проблемой или окажут ментальную поддержку Люди, у которых очень много кредитов, говорят специалисты, закрываются в себе И им сложно даже заикнуться на тему долгов Поэтому такие беседы проведут тет-а-тет В целом такие семинары будет полезно послушать каждому, считает Юлия Кудрявцева Жительница уже не первый раз посещает такие курсы О данном курсе мы узнали, ватсап-рассылка была Ну и в принципе мне показалось, что это очень интересно Так как просто даже как планировать свой бюджет Мы посещали какие-то курсы, что-то читали в интернете Но вот так вот работать со спикером не приходилось Очень интересно Даже приходили представители банка, рассказывали о своих каких-то новинках Для себя я взяла очень, ну как бы, подход, новый подход К которым бы я воспользовалась и буду пользоваться У меня двое детей, да, замужем Дети уже подростки, то есть в дальнейшем уже у меня старшая планирует поступать учиться И мне как бы уже задумываюсь о том, чтобы накопить ей на обучение что-то вот И данный курс, он мне поможет спланировать свой бюджет Обучение проводится бесплатно Проект стартовал в мае в шести районах нашей области и продлится до конца года В ноябре семинар планируют провести в Петропавловске Диана Салихова, Казбек Рыгбаев, МТРК Педагоги Кузыбаев Юниверсити прошли обучение в рамках международного проекта программы «Ерасмус» Она предполагает обмен студентами между университетами стран-членов Евросоюза и не только В программе «Ерасмус» участвует более 4 тысяч образовательных учреждений из разных стран мира Что нового для себя открыли педагоги Кузыбаев Юниверсити благодаря международной программе Узнала моя коллега Анастасия Кузнецова В Кузыбаев Юниверсити состоялась международная научно-практическая конференция Посвященная итогам проекта развития лидерских навыков и обучения педагогов лидерству программы «Ерасмус плюс» Координатор проекта Джованни Бетта, университет Кассино и Южного Лацио в Италии Этот проект важен как для развития профессиональных компетенций педагогов Так и для расширения сотрудничества Кузыбаев Юниверсити в области науки и интернационализации В рамках этого проекта участвуют несколько стран-партнеров Кассино и Южного Лацио в Италии Это университет Испания, университет Сантьяго де Компостело Четыре университета Монголии Два университета в Казахстане Наш Североказахстанский университет имени Монаша Кузыбаева и ЮАИБ Один из результатов проекта это открытие образовательного центра лидерства В университете имени Монаша Кузыбаева, как впрочем и во всех университетах-партнерах В рамках деятельности образовательного центра лидерства были проведены семинары и тренинги Для преподавателей и учителей Североказахстанской области, магистрантов, а также тренеров НСПК Урлио Члены рабочей группы проекта, которую представляют преподаватели кафедр педагогика и психология, теория и методика начального и дошкольного образования, германо-романская филология, прошли обучение и повысили свои профессиональные компетенции Разработаны учебные пособия, опубликованы научные статьи, разработаны и обновлены учебные курсы для магистрантов На 23-29 годы как раз таки предусматривает еще разработку еще одного важного документа Это стандарт аккредитации педагогического образования И как раз таки проект данного стандарта также нами уже разработан И он передан уже в широкую академическую общественность для обсуждения Мы постарались заложить те качества, которые необходимы для педагогов Как для лидеров общества, которые занимаются подготовкой педагогических кадров Приверженность именно к профессии педагога И несение высокого статуса педагога Международная научно-практическая конференция будет проходить в университете два дня Организаторы отмечают, что все то, что было сделано в рамках проекта, будет иметь продолжение Программы, учебные пособия будут применяться на практике и дальше Другим темам Переносчики-вузбудители инфекционных заболеваний Думаю, вы догадались, что речь пойдет про клещей С начала апреля в Североказахстанской области было зарегистрировано 94 укуса клещей 55 случаев приходится на Петропавловск Команда МТРК узнала, как защититься от опасных паразитов в сезон пикников и прогулок Столбик термометра показывает 14 градусов тепла На улице приятно греет солнце и так и хочется выйти на прогулку в парк Однако стоит быть осторожными Ведь сьма – это период, когда клещи наиболее активны С начала апреля в области укусами этих насекомых подверглись 94 североказахстанца Из них 36 человек – это дети до 14 лет С начала апреля по текущее время в городе Петропавловске зарегистрировано 55 случаев укусов клещей В аналогичном периоде прошлого года учтено 76 случаев укусов клещей Из них детей до 14 лет 20 случаев Клещи являются переносчиками таких возбудителей, как боррелиоз, сыпной тиф И одно из самых опасных заболеваний является клещевой вирусный энцефалит С начала текущего года по настоящее время по городу Петропавловске Случаев заражения инфицирования клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано Месяц назад я сама подверглась укусу клеща, но я знала, что делать Я обработала насекомое спиртом и аккуратно вытащила его пинцетом Затем положила в баночку и отправила в лабораторию на анализ К счастью, клещ был ничем не заражен и все обошлось без последствий Но я все-таки обратилась к врачу и наблюдала свое состояние в течение двух недель Именно так и рекомендуют делать специалисты Чтобы насекомое не побеспокоило во время отдыха на природе Врачи просят северказахстанцев придерживаться мер предосторожности Работающий в очагах клещевого энцефалита проходит вакцинацию А обычным жителям достаточно неспецифичная профилактика При посещении лесов, парка, сквера мы рекомендуем находиться в одежде с длинными рукавами На голове обязательно носить капюшоны, брюки заправлять носки И надевать обувь как можно выше, то есть сапоги Клещи находятся на траве, на ветке кустарников Они, как правило, не поднимаются выше полтора метра от земли То есть как они проникают, они могут проникать на открытые участки тела человека, либо на одежду Сейчас в парках можно встретить много отдыхающих Знают ли североказахстанцы о мерах предосторожности? Клещи нас не кусали, но мы знаем, что надо одеваться, беречь особенно ребятишек Ну и домой приходим, нас мама всегда сама смотрит головку ей Не только головку, вообще открытые части тела Мы, допустим, всегда сами взрослые, то оплоточек, то кипку одеваем или вот плащовку Клещи, и вы знаете, в этом году их очень много активных Сколько мне знакомые говорят, не ходи в парк Просто, говорят, сыпятся Так что будьте осторожны, это точно Знаю, что в случае чего надо обращаться к врачу, они очень опасны Если укусил печь, его уже можно вытащить Получается, если он только впился, можно вытащить его маслом, прижав, допустим, наватки Либо нашатерным спиртом и обратиться за медицинской помощью Нас не кусали, но мы принимаем меры, делаем состав И прежде чем выходить, мы обшикаем, обрабатываем Специальным составом обрабатывают парки, скверы и другие места Общая площадь обрабатываемой поверхности 587 гектаров Дезинсекция проводится с апреля по октябрь Так быстро время нашей программы подошло к концу Увидимся ровно через 7 дней Я и мои коллеги расскажем вам еще больше интересных новостей До встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!